Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора на предпринимательские свободы. Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации. Пандемия и текущие события подтвердили, насколько важны гибкость и свобода в экономике. Именно частный бизнес в жёстких условиях на фоне попыток любыми средствами сдержать наше развитие доказал, что способен конкурировать на глобальных рынках. Адаптация к быстро меняющимся внешним условиям тоже происходит за счёт частного бизнеса. Необходимо обеспечивать динамичное развитие экономики, конечно, с опорой на частный бизнес. Мы продолжим снижать административную нагрузку. Так, с 2016 по 2018 годы у нас действовал мораторий на плановые проверки малого бизнеса. В дальнейшем он был продлён в общей сложности до конца 2022 года. В 2020 году этот мораторий охватил и средние компании. Кроме того, почти в четыре раза снизилось количество внеплановых проверок. Но мы пошли ещё дальше. И в марте текущего года отказались от плановых проверок всех предпринимателей, независимо от величины бизнеса. С одним условием – если их деятельность не связана с высоким риском причинения вреда гражданам и окружающей среде. В итоге сейчас количество плановых проверок по сравнению с прошлым годом сократилось в шесть раз. Почему сейчас говорю об этом так подробно? Дело в том, что после введения мораториев на проверки количество нарушений со стороны предпринимателей, вот такой результат, не выросло, а снизилось. Количество нарушений снизилось. И это говорит о зрелости и ответственности российского бизнеса. Его нужно мотивировать, а, конечно, не принуждать к соблюдению норм и требований. А значит, есть все основания сделать ещё один кардинальный шаг вперёд. Навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. Всем уже оно понятно. Нет необходимости ходить и проверять всех подряд. Должен работать риск-ориентированный подход. Прошу правительства определить конкретные параметры такой реформы в ближайшие месяцы.